Далее в тесто отправляю размоченную клюкву, перемешиваю тесто лопаткой до однородной густой массы. Перед подачей очень неплохо посыпать на десерт сахарной пудрой для украшения. Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами канал С Дедом за обедом и я Александр Чернов. Неприлично давно на канале не было выпечки и сегодня я решил это исправить. Хочу приготовить кексики, мокрые шоколадные кексики. Оставайтесь со мной. В состав рецепта входит сахарный песок, какао, молоко, масло растительное рафинированное, мука пшеничная, яйцо, сахар ванильный, клюква вяленая или изюм, разрыхлитель и соль. Первое, что я сделаю, подготовлю наполнитель для теста. Вяленую клюкву залью теплой водой для набухания на 5-7 минут. Для пропитки сразу в сотейнике смешиваю сахарный песок и какао-порошок. Перемешиваю. Сюда же вливаю теплое молоко. Продолжаю перемешивать, чтобы ушли комочки. Запахло шоколадом. Далее добавляю рафинированное растительное масло. Продолжаю перемешивать. Перехожу к плите. Сотейник ставлю на огонь. Нагреваю пропитку до начала кипения. Масса закипела, теперь мне необходимо пропитку остудить до комнатной температуры. В отдельную чашу просеиваю пшеничную муку и разрыхлитель. Таким образом мука набирает больше кислорода. В другой чаше расколоть два яйца. К ним добавить сахарный песок. И взбить на максимальных оборотах миксера, чтобы объем массы увеличился. Продолжая смешивать, тонкой струйкой добавляю растительное масло. Затем, продолжая вымешивать, медленно всыпать мучную смесь. Сюда же разрыхлитель. Ванильный сахар. И какао-порошок. Далее в тесто отправляю размоченную клюкву и перемешиваю лопаткой до однородной густой массы. Тесто готово. Бока формы смазываю сливочным маслом и обсыпаю манкой. Лишнюю манку стряхиваю. Одну форму можно застелить пергаментом. Далее сюда отправляю тесто. Тесто густое. Равномерно распределяю тесто по форме. Отправляю тесто в разогретую духовку до 220 градусов на 5 минут. После этого снижаю температуру до 180 градусов. И запекаю примерно 20-30 минут. Ориентируйтесь на своей духовке. Кекс прекрасно поднялся. И шпажкой его необходимо проверить на готовность. Делаю прокол. Как видите, шпажка сухая. Далее кексу дам немного отдохнуть. 5 минут и он немного осел. Далее сделаю несколько проколов вилкой, чтобы пропитка проникла внутрь кекса. Порежу кекс на прямоугольные порционные кусочки. В пергаментную бумагу я положил специально, чтобы ножом не повредить форму. Ну и теперь порежу в перпендикулярном направлении. Итого у меня получается 16 прекрасных мокрых кусочков кекса. Ну и наконец горячий кекс осталось пролить охлажденной пропиткой. Так, чтобы она попала во все щели. Блюдо осталось на 2-3 часа убрать в холодное место. Для полной пропитки кексом. Перед подачей очень неплохо посыпать на десерт сахарной пудрой для украшения. Очень надеюсь, что такое лакомство порадует вашу семью. Если рецепт понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Желаю вам крепкого здоровья, до скорых встреч и берегите себя!